Дни еврейской культуры в Даугупелсе подходят к своему завершению. И, несомненно, одним из самых ярких событий этой недели стала церемония вручения награды Соломона Михоэлса, которая состоялась в одном из залов художественного центра Марка Ротко. Идея присуждения награды Михоэлса школьным театральным коллективом возникла не случайно. Ведь наш славный город является родиной этого великого, прославленного театрального режиссера, актера и педагога. Одна из идей, которая, я надеюсь, будет поддержана, это идея проведения ежегодного конкурса с вручением призами Хоэлса, который будет проходить между школьными театральными коллективами. В этом году приз был вручен, я не могу сказать, что случайно, но мы воспользовались проходящим конкурсом литературных композиций. И жюри, кроме первого, второго и места, выбрало еще и обладателей специального приза, приза Михоэлса. И им в этом году оказался коллектив Яуныйбы, вернее, филиала Яуныйбы Судра Баавоты, молодежный театральный ансамбль Радейшина, режиссер Светлана Семешко. Обладатели столь почетной и значимой награды своей радости не скрывают, ведь именно они стали первыми, кто был удостоен приза Михоэлса. Прежде всего хочется сказать, что коллектив работает уже не первый год, и эти ребята со мной более 10 лет, поэтому, конечно, их актерское мастерство, их возможность держаться на сцене, владение словом, движением, это все шло постепенно, и то, что, в общем-то, нам удалось сделать такую замечательную композицию, композиция посвящена 95-летию Латвии, и мы хотели, прежде всего, раскрыть жизнь людей, сказать о людях, сказать о природе. Использован был небольшой отрывочек из произведения Блаума Несаугуни. Я думаю, что нам удалось, потому что, в общем-то, те, кто смотрел нас, они сказали про Нелу, ну, значит, мы достигли своей цели. Останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах молодежный театр Радышина не намерен. Впереди их ждет не менее интересная работа. В этот вечер героями торжества стали не только участницы молодежного театра Дома творчества Яунеба, но и школьники, которые приняли участие в конкурсе эссе. Его организаторы честно признались, что были неуверены в его популярности среди подрастающего поколения. Однако их опасения оказались напрасны. Это действительно свободный выбор ребят, когда им дается возможность в свободной форме эссе. Это не научная работа, это не научный труд, это именно эссе, предполагающие их собственное рассуждение. В форме эссе они расскажут о людях, которые совершили какой-то выбор в своей жизни. В качестве предложенных персоналей были спасители, был Рауль Валенберг, были почетные жители, известные жители нашего города, Соломон Михойлс, профессор Йосиф Штейман, которому в этом году будет отмечаться 90 лет. И совершенно неожиданно мы получили очень интересные эссе, и школьники проявили интерес к этому конкурсу, надеясь, что он станет регулярным. Продолжение следует...